Добрый день, ребята. Сегодня я нахожусь в лесу в компании замечательных людей, друзей орнитологов. Друзья снимают фото и видео, собирают научные материалы о редких видах птиц и зверей. Я с 2011 года езжу в полевые экспедиции с ними и не только с ними, но всегда организатором этих экспедиций является Владимир. Владимир Васильевич, Владимир настоящий профессионал, орнитолог, изучает птиц уже не первые десяток лет, знает всех птиц, живущих на территории России и может даже определить птицу, не видя ее, на лету или просто по голосу, по звуку. И потом, что самое главное, найти гнездо этой птицы. Другой мой приятный факт. Артур известен тем, что он снимает фото, не даже не фото, он снимает прекрасное видео о птицах, зверях и окружающей нас в природе. Потом создает удивительно прекрасные, замечательные фильмы об этом. Эти фильмы потом транслируются на многих телеканалах. Ну а в интернете вы можете найти эти фильмы по запросу записки сибирского натуралиста. Также в описании к этому видео, внизу, я дам ссылочки, чтобы вы могли посмотреть, включить эти видео в фильмах. Или же даже, может быть, на своем канале я размещу несколько фильмов. Их я не буду против. Но я вижу, он не против. Ну и следующий наш участник, это Серхио, или Сергей Грачев. Молодой студент, подающий надежды. Молодой специалист. Молодой специалист. Он уже третий сезон ездит с нами в поле. И очень успешно проходит его экскурсии. И я думаю, что он уже начал собирать материалы для своей будущей диссертации. Итак, для чего же мы здесь? Дело в том, что здесь, неподалеку, находится гнездо бородатой неясыки. В предыдущем своем орнитологическом видео я уже знакомил вас с одной из представителей отряда сова-братных. Это была ушастая сова. Теперь же пойдет речь о бородатой неясыке. Ну а теперь вкратце посмотрим... А длинная у нее бородка? Длинная или борода? Да, борода. Нет, бородка у нее такая короткая, такая интеллигентная. Бородка... Страшная? С галстучком. Да, кстати, эта сова, она очень яростно атакует и защищает свое гнездо. Поэтому, когда я полезу завтра на это гнездо, у нас есть лестница для этого. И мне придется одеть какую-то защитную шляпу, маску, очки на глаза. Потому что это очень серьезное дело. Можно получить серьезные травмы, допустим. Лишиться глаза. Лишиться глаза. Или уха. Или уха. Или еще чего-нибудь. Или еще чего-нибудь. Да. Так что, давайте теперь посмотрим устройство нашего полевого лагеря. Ну, прежде всего, это костер. Костер это душа нашей экспедиции, нашего лагеря. Без него невозможно вообще поле. Здесь мы готовим пищу, варим чай. Автомобили, на которых мы приехали. Кто-то спит в автомобиле. Например, я сплю в машине. Лестница. Вот без лестницы на гнездо не залезть. Лестница. Это очень важная штука. Залезть, но сложнее. Ну, залезть можно. У нас есть и когти для этого случая. А это что такое? Ну, это нам показалось, очевидно. Друзья спят в палатках. А я сплю в автомобиле. Давайте посмотрим, как устроено мое спальное место. Ну, здесь вот почти два метра длины. Спальный мешок у меня тут лежит. И очень удобно. Залезаешь сюда, поселил туристическую пеночку сюда. И очень удобно. Вот такое спальное место. Все здесь есть в автомобиле для комфортной жизни. Спальный мешок. Рюкзачок с фотоаппаратурой. Ноутбук. Без компьютера тоже никак сейчас. Вот так вот. Вот наша лестница. Незаменимый инструмент орнитолога. Синие-синие инии рёгнуты провода. Друзья сидят, слушают старую музыку и рапшин. Все хорошо. Завтра мы отправляемся штурмовать гнездо бородатой неясыти. А что не сегодня? На сегодня ужин макароны. И так, поджаривайся. Да, открывай будем мешать. Чтобы дядя Вова хочет все поджарить. Чтобы была поджарочка. Да. Да она просто под крышкой быстрее согреется. Ну это я. Накроем снова. Открыть крышку, я буду мешать. Что, думаешь, что там все согрелось? Да, я думаю, что согрелось. Ну давай еще погреем, если уж там сомнения вызываются. Красиво. Очень красиво и очень сытно. Сытно, вкусно и аппетитно. Походная еда. Что может быть лучше? С дубинком. Копченая лапша. Вы когда не видели копченую лапшу? Берем сейчас лестницу, несем и подставляем в гнезду Борода-то не я, на дерево, оставляем на дерево Это в гнезду Играет музыка. Итак, прошло несколько часов, и мы убрали все наши видеокамеры с гнезда бородатой неясыти. Давайте посмотрим, что же там получилось. Как обычно, я кое-что буду комментировать, немножечко расскажу о жизни бородатой неясыти. Итак, включаем. Играет музыка. Эта сова является одной из самых больших сов и размером уступает лишь филину. Самец и самка немного отличаются размерами. Самка несколько крупнее, плотнее самца. Обычно взрослые птицы очень агрессивны к хищникам у гнезда, атакуют и бьют когтями по голове и спине всех, включая медведя и человека. Но эта пара оказалась на удивление спокойной и в драку не лезла. Самец находится недалеко от гнезда и улетает только за добычей, но в этот раз он не попал в поле зрения моей видеокамеры. Самка находится всегда в пределах видимости гнезда, а при маленьких птенцах почти неотлучно. Она обогревает птенцов, прибирается и наблюдает сверху на орнитологов, которые пытаются ее изучать. Птенцы покидают гнездо в возрасте около 4 недель, лазают по соседним деревьям, перелетают с дерева на дерево. Взрослые птицы продолжают их выкармливать. Несмотря на большую величину, бородатые неясоти ловят почти исключительно мелких грызунов, охотятся с присады или в поисковом полете. Активны в основном в сумерках и ночью, но иногда и днем. В целом эти совы довольно редки. При обилии и доступности добычи живут оседла, а при бескормице кочуют, залетая в города и за пределы гнездового ареала. Ну что, мы увидели, что получились довольно-таки неплохие кадры. Мы посмотрели само гнездо бородатой неясати, птенца, который там находился, и взрослую осок, самку. Так, следующим номером у нас слезет на гнездо бородатой неясати наш уважаемый Артур. Ему нужны кадры прилетающего самца, который будет прилетать и, возможно, принесет какую-то добычу. Я уже свои кадры снял. Мне, в принципе, этого достаточно. А вот для фильмов, для прекрасных фильмов, нужно поймать момент прилета самца с какой-нибудь мышкой. Сейчас важно закрепить экшн-камеру вот на этот торчащий сучок. Ну и потом уйти на несколько часов. Ну даже не то, что на несколько часов, а прям таки до вечера. Потому что мы ведь не знаем, когда прилетит самец. Готово? Да. Надеюсь, что ей будет фиолетово, мои приборчики. Я тоже надеюсь. По крайней мере, для остальных бородатых неясати. Им было даже вот огромный такой вот агрегат, который стоял на гнезде, она просто его так сдвинула в сторону. Ага. И села. Ну, значит, надеемся, что и сейчас она прилетит и все будет хорошо. Главное, чтобы самец появился. Может, каисинку не убирать? Да нет уж, это совсем будет жутко. Надо убрать. А села тем временем сидит на близстоящем дереве. Сидит, наблюдает за нами. Она чешется. Чешется потихонечку. Мы наблюдаем. Она просто ждет, когда вам надоест уже тут ходить. Она ждет, когда мы отсюда уйдем. Ты пошел ее согнать? Да. А вы отойдите от дерева, она сейчас прилетит внизу. Пошли давай. Сейчас она полетит. Угу. 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 Опа. Давай, давай. А-а-а-а. Ха-ха-ха. У-у-у-у. И ноги, вдох. У-ну. Давай, давай, давай. Где? Ну, пошли уже. Я заснял. Немножечко в нескольких словах я рассказал вам о жизни бородатой неясыти в принципе теми кадрами которые я получил я доволен а видеокадры которые снимал Артур мы возможно увидим его прекрасных фильмах собрали мы наш полевой лагерь костер наш прогорел и отправляемся обратно в Освояси на этом закончим репортаж до свидания и до следующих встреч на ютубе пока